И снова здорово, меня зовут Павел и я продолжаю свои занятия по рукоделию и курсам кройки и шитья. В общем идея с самодельным рулем никак не дает мне покоя, поэтому решил дело довести до конца. К тому же были просьбы заменить металлическую конструкцию на пластиковую, так как сварка не всем доступна и немногие могут работать например с болгаркой. Несомненно конструкция из металла прослужит гораздо дольше и мне она больше нравится, так как используются подшипники и там ничего не люфтит, не раздолбливается и можно прямо всем весом на нее лечь. Ни хрена с ней не будет. Но помимо плюсов в металле оказывается есть и минусы. Помните те подрагивания на тестах? Так вот они происходили именно благодаря большому количеству металла рядом с платой геймпада. Как только платку я открутил, все эти самые подрагивания сразу же прекратились. Вот так сюрприз, а я мудрил, ставил конденсаторы, менял сопротивление, думал поставить по качеству не подороже, а дело-то вовсе было и не в этом. Скажу сразу, что металлическую конструкцию позже я переработаю, мне не нравится цепная передача. Я уже придумал способ, как ее убрать. Можно просто цепь сделать в виде шестеренки и тогда будет две нормальных шестерни. Вторая шестерня состоит из звездочки. И самый большой плюс в этом в том, что из цепи можно сделать такую шестерню, количество зубьев которой мы определяем сами. Главное впоследствии найти основу, на которой эту цепь можно закрепить, для того чтобы она представляла из себя что-то вроде диска. Или как в моем случае, этой круглой основой стала ось, которая состоит из шпильки. Я использовал 6 звеньев цепи, что соответствует количеству граней у гайки, и таким образом соединение этих звеньев становится ровно над гранью, и гайка не дает провернуться этой самой моей импровизированной шестеренке из цепи. Тут еще следует учитывать, что количество звеньев в такой шестеренке должно быть четным, так как крайние звенья будут входить одна в другую. И если мы сделаем нечетное количество звеньев, то с краю получим либо два широких звена, либо два узких. Широкие друг в друга запихать можно, а вот узкие никак не соединятся. Данный вид шестерни подошел бы как для пластиковой, так и для металлической конструкции, но в этот раз я хочу использовать те, что закупал когда-то в автомобильном магазине. Это шестеренка привода спидометра от ВАЗ-2121, и ответной частью будет шестеренка от дворников ВАЗ-2110, ну то есть от десятки. Не сказал бы, что они идеально стыкуются и дают нам нужный угол вращения, но они у меня есть, а значит надо использовать. Самая трудная задача была это изготовить каркас, который держал бы эти самые шестерни и резистор, который к ним будет присоединен. Трудная потому, что нужно использовать по возможности те части, которые будут стыковаться друг с другом очень хорошо, и при этом не использовать какие-либо сложные инструменты. В качестве материалов закупил водопроводные трубы диаметром 2 и 2,5 см, и целая куча тройников под эти самые большие трубы диаметром 2,5 см. Мне хватило 10 тройников и по метру каждой трубы. Для отрезания кусочков нужной длины я использовал специальный инструмент под названием труборез, но это можно делать также и ножом, либо ножовкой. Но труборез достаточно недорогой, пригождался огромное количество раз и делает идеально ровный срез, если научиться им пользоваться. В случае, если пожелаем сделать конструкцию без редуктора, то она будет выглядеть вот так. Хотя зачем это нужно делать, ведь можно такой руль купить с авитою рублей за 500. Но я хочу сделать большее количество оборотов руля, а это значит, что нужно поставить редуктор, на котором будут находиться стопоры, и таким образом баранку можно будет вращать больше, чем на один оборот. Получается, что мне нужна вторая ось, на которой будут расположены все основные элементы. Это шестерня с большим количеством зубьев, стопор и резистор. После долгих раздумий, переделок, подгонок одного под другое, получилась вот такая конструкция. Под большую шестеренку пришлось использовать и большую водопроводную трубу, и также чуть больший тройник. Конечно, я бы мог сделать все на одних и тех же диаметрах трубы, и на одних и тех же тройниках, если бы запихнул большую шестеренку в маленькую трубу, но это потребовало бы использования каких-то более сложных инструментов. А как вы помните, я хочу сделать так, чтобы все подбиралось и подсовывалось одно под другое, и даже не приходилось ничего особо заморачиваться. Резистор буду ставить в кусочек большей трубы, в которую он входит идеально. Делаю для этого небольшой вырез, для того, чтобы его контактная площадка вышла и служила фиксатором. С другой стороны, он должен соединиться с той трубой, которая идет от шестеренки. Для этого, чтобы его расширить, я купил пластиковый колпачок, или ручку, которая насаживается на штифт этого самого резистора. Но этого тоже оказалось мало, труба слишком большая даже для него. Поэтому я вплавил маленькую трубу в большую трубу под нагревом, и уже тогда все идеально состыковалось. Нагревал прямо над газовой плитой. Для того, чтобы этот колпачок зафиксировался внутри трубы, я просто его прокрутил шурупом. Что ж, вот так выглядит собранная конструкция. В принципе, оборотов недостаточно много, но тем не менее, для большинства игр вполне будет достаточно. Чуть позже заменю шестерни, это сделать будет совсем нетрудно, и будет все как надо. Получилось что-то среднее между аркадным и автосимуляторным рулем. В общем-то, не то и не другое. Можно калибровать под одни и под другие игры, и в принципе, вполне спокойно ездить. Для теста я использовал те же самые внутренности от геймпада с припаянным резистором. Работает получше, чем с металлической конструкцией, потому что, видимо, нет никаких наводок. Как я понял, металл служил что-то вроде антенны, притягивающие различные помехи. Ведь никакого прямого контакта с платой у нее не было. В целом, гоняется отлично, что в аркадах, что в автосимуляторах. Закалибровать можно под любой угол вращения. Единственное, что я пока еще не придумал крепление на стол, поэтому он спокойно шатается и дергается от любых моих вращений, что мешает в игре. Из минусов, наблюдаю небольшое проскакивание в показаниях при повороте направо. Это не позволяет мне сделать плавный поворот в данном направлении. Я предположил, что это связано непосредственно с контроллером геймпада. Попробовал на другом геймпаде, и там такого нет. Я уже начал придумывать, как перепаять всю систему на новый геймпад, куда поставить разъемы, как подобрать все так, чтобы подключалось все одними шнурами и не было никаких проводов, но тут вспомнил, что когда-то заказывал платку Ардуино, которая лежит у меня и пылится. И подумал, зачем повторять одно и то же по два раза, когда можно освоить новую технологию. Ранее с Ардуино я никогда не работал, так что это будет мое первое знакомство. В моем случае заказана была версия микро, она самая дешевая из всех. Также подойдет версия под названием Леонардо, она незначительно дороже. Самое главное, чтобы контроллер был версией AT-Mega32U4. Он позволяет Ардуинке определяться на компе как игровое устройство, или устройство управления такое, как клавиатура или мышь. В теории, как я понял, это может и любая другая версия Ардуино, но с данным контроллером проблем будет меньше всего. К тому же я не программист и буду пользоваться только готовыми решениями, которые написали другие люди. В описании под видео я скинул все необходимые ссылки, как на сами платки Ардуино, которые я заказывал, так и на статьи, где указано, как их прошивать и как настраивать. Но большого количества проблем и сложностей, с которыми пришлось столкнуться, в этих статьях почему-то нету, поэтому в данном видео я о них и расскажу. При подключении к компьютеру плата Ардуино должна определиться в диспетчере устройств, либо как версия микро, либо как версия Леонардо. У меня определялось то так, то сяк. В дальнейшем это определение будет зависеть от залитой прошивки. Для начала советую зайти на официальный сайт Ардуино и скачать последнюю версию программного обеспечения, то есть наборы драйверов и программ. В этом же наборе находятся и средства программирования для того, чтобы мы могли писать код, но этого мы делать пока не будем, потому что наши задачи гораздо проще. Теперь в зависимости от того, какая у нас версия платки, будем делать следующее. Для микро устанавливаем программу под названием MMJOY. Все будет делаться именно в этой программе. И прошивка, и считывание настроек с контроллера, и загрузка их в него. Ссылку на архив я указал под этим видеороликом. Там есть все, и драйвера, и прошивки, и сама программа. Так как драйвера мы уже установили с официального сайта, то с ними можно не морочиться. Запускаем программу и при помощи нее загружаем прошивку. Для этого Ардуинка должна быть подключена к компьютеру заранее, и только тогда мы ее увидим в списке устройств в окне программы. Щелкаем на нее, нам показывают некоторые данные, мы выбираем тип контроллера от MMEGA32U4. В папке Firmware выбираем тоже прошивку для данного контроллера, она подписана. И далее обращаем внимание на настройку выбора порта. Но это у нас отображается рабочий порт, а нам нужен загрузочный. Дело в том, что у Ардуины есть два режима. Первый для загрузки программного обеспечения в нее, и вторая для работы, то есть для считывания данных. Нам нужен именно загрузочный порт, для того, чтобы мы могли записать прошивку в память устройства. Для того, чтобы включить данный режим, который также называется Bootloader, мы должны перезагрузить Ардуины, и в течение первых 8 секунд она будет работать именно через этот порт. И если загрузка начнется, она будет дожидаться, пока загрузка эта самая не закончится. Если никакой загрузки не начнется, то она переключится в рабочий режим и сменит порт на тот самый рабочий. Я, конечно, все называю своими словами, но примерную логику, я думаю, вы поняли. В версии платки Leonardo кнопка перезагрузки обозначена как Reset и находится на самой плате. Но у меня же версия Micro, и поэтому в связи с размерами кнопку там не ставили. Но возможность перезагрузить ее тоже есть, и делается это при помощи замыкания контакта с маркировкой RST на контакт GND, то есть на минус, или можно сказать еще на массу. Но как я понял, это действие требует настолько ничтожного прохождения тока через контакт, что мы можем просто замкнуть его на себя. Просто берем иголочку в руки и докасываемся до контакта с надписью RST. То есть мое тело будет в каком-то роде выступать минусом для данной схемы. Во время перезагрузки мы быстренько должны нажать на кнопку определения порта и запустить прошивку, или же поставить галочку на автоматическую прошивку при определении верного порта. Вот сейчас сам себя слушаю и думаю, как же сложно все это звучит. На самом деле бояться-то нечего, все происходит достаточно быстро и легко. После прошивки устройство перестанет определяться как Ардуино и будет показываться везде как MMJoy с различными приписочками. Например, в панели управления среди устройств она показывается как MMJoy 2, а в свойствах подписано как MMJoy Reset. Это не имеет особого значения. Для винды теперь это игровое устройство, кое мы можем изменять под свои нужды. Например, налепить на нее целую кучу кнопок, возможность есть до 32 кнопок нарастить, или поставить различные датчики, такие как потенциометры или энкодеры, или датчики холла, все зависит от того, что мы хотим получить. Авиасимуляторный, джойстик, геймпад или, например, руль. В данный момент энкодера у меня никакого в наличии нету, поэтому буду использовать потенциометры, хотя, по идее, можно подключить от мышки, принтера или заказать энкодер для Ардуино прямо с Алиэкспресс. Конечно, они будут работать лучше, точнее и долговечнее, потому что используют цифровой сигнал, а не аналоговый, как в потенциометрах. И сами потенциометры не особо долговечные, но тем не менее, вариант с ними меня тоже вполне устраивает. Версия Ардуино микро поддерживает считывание с 4 потенциометров, и подключаются они все через осевые показания. На плате они будут иметь обозначения А0, А1, А2 и А3. Все эти контакты подключаются к средним контактам на потенциометре. К крайним же контактам потенциометра подключаем плюс и минус. В принципе, не имеет значения, в какую сторону плюс, в какую минус, главное, чтобы на всех потенциометрах это было одинаково. Влиять это будет лишь на направление вращения, в котором будет происходить увеличение или уменьшение показаний. То есть на то, как компьютер будет понимать, в какую сторону мы вращаем руль, если проще говоря. А так как в играх это калибруется, получается неважно. Соединять контакты потенциометров и плату Ардуино удобнее всего при помощи специальных проводков, которые я также заказал с Алиэкспресс. На плату Ардуино они втыкаются и идеально плотно держатся. Контактам же потенциометров пришлось их припаять. Удобно это тем, что если мы где-то ошиблись, то в любой момент просто на платке Ардуино перетыкаем контакты в нужном нам порядке и все начинает работать. И нам не нужно ничего больше перепаивать. И мне приходилось это делать некоторые проводки. Я все-таки перепутывал, потом перетыкал. И это гораздо проще и быстрее занимает пару секунд. Вместо того, чтобы ждать нагрева паяльника, снова искать олово, все это дело перепаивать, проверять, работает или нет. Если не работает, снова перепаивать. В общем, время экономится. Сами потенциометры их можно тоже не паять, а просто воткнуть и загнуть какими-нибудь плоскогубцами или пассатижами. Это не так надежно, но тем не менее будет работать. И в данном случае пайки избегаем полностью. После подключения всех потенциометров к плате Ардуино нам нужно выбрать необходимые настройки для считывания данных контроллером. Для четырех потенциометров, которые подключены через контакты для осей, я выбираю в качестве источника внутренний датчик. Порт МК я выбираю F4, F5, F6 и F7 в соответствии с рисунком. Вот он сейчас показан на экране. Далее нужно выбрать, какое показание за какую ось отвечает. Для руля обычно задается ось X. Далее Y, Z и любую из осей вращения, если вам нужно какое-то еще четвертое показание. Например, это R, Z. И также нужно выбрать значение параметров в столбике фильтр. Это нужно для того, чтобы сырое значение переводилось в обработанное, для того, чтобы его видел комп. Если у нас обработанного значения не будет, то компьютер вообще не увидит показания Ардуино. И на калибровке у нас ничего не будет происходить, несмотря на то, что в программе MMJoy будут показываться хотя бы какие-то данные. Со всеми остальными показаниями можно поиграться, но я ничего менять дальше не стал. Нажимаю кнопку записать в контроллер. Ну и дальше можно пройти ту самую калибровку игрового контроллера в панели управления. Для того, чтобы самолично удостоверить, что это хреновина вообще работает и работает так, как надо. Зайти туда можно через последовательность пуск, настройки, устройства, устройства и принтеры. И потом выбрать наш игровой контроллер. Там есть и калибровка, где мы можем выбрать центр руля, угол его вращения, калибровку педали, насколько сильно они должны нажиматься и какие показания потенциометров воспринимаются за максимальные и минимальные. В общем, всё есть. Чуть позже по калибровке я сделаю отдельное видео для тех, кому эти вещи не совсем очевидны. В общем, на этом всё. С этих пор Ардуинка работает как полноценное игровое устройство, такое, какое мы сами захотим себе сделать. Это может быть и авиасимуляторный джойстик, и руль, и педали, и что вы сами захотите, то и сделаете, задав необходимые оси, считывание показаний. А если разбираетесь, как программировать и как переписывать код, вы можете вообще спокойно видоизменять его так, как сами захотите. Для версии Леонардо всё почти работает точно так же, за исключением, что настройку производим через программу, которая называется Will Config. Это просто будет удобнее, да и только. Платки Ардуино стоят почти столько же, сколько и полноценный геймпад для компьютера, но, как вы видите, дают больше возможностей и более точные показания считывают, поэтому применить их в роли руля гораздо будет более эффективно. В данном видеоролике я не рассматриваю подключение кнопок, потому что сделаю это чуть позже, когда буду подключать коробку к данной системе, что сделать достаточно просто. Кнопки подключаются через остальные контакты, для этого нужно создавать матрицу кнопочную, и делается это всего лишь при помощи замыкалок, и разве что использовать ещё диоды придётся, но это не особо сложная фигня. Также в следующем видео, скорее всего, вместо версии микро, я буду использовать платку Леонардо, потому что хочу сделать информацию и по той, и по другой разновидности. У Ардуины есть ещё один несомненный плюс по сравнению с геймпадом, это возможность реализовать обратную отдачу, то есть заставить моторчик передавать вам какие-то ощущения от игры на руль. Но для этого придётся докупить ещё одну плату, которая будет посредником между Ардуинкой и мотором, и передавать будет на него команды, то есть управлять этим самым моторчиком. И мотор тоже придётся докупить, а также блок питания для этой платы, которая управляет мотором. Как вы понимаете, обратная отдача – это функция достаточно дорогая, и стоит она дороже, чем сам самодельный руль на Ардуино, поэтому в бюджетный вариант уже не входит. Да и конструкция самой самоделки для обратной отдачи должна быть намного сложнее и прочнее, и одним лишь пластиком тут не обойтись, придётся добавлять и металлические элементы. Бюджет самоделки с коробкой передач, тремя педалями, большим количеством оборотов у руля вполне вписывается в 1000 рублей, но если мы добавляем обратную отдачу, то стоимость повышается до 3 или даже до 5000 рублей, так что сами видите, насколько велика разница. Всё зависит от того, насколько качественно и прочно мы хотим всё это реализовать. Под предыдущими видеороликами о самодельных рулях мне некоторые пишут, а не проще ли купить просто за 500 рублей руль с Авито БУшной какой-нибудь? Нет, ребят, не проще. Я даже вам скажу, что это практически невозможно за 500 рублей купить руль с 900 градусами оборотов, с тремя педалями, с коробкой H-Shifter, то есть полноценной, такой же как в машине, с ручником и с возможностью как-то всё это видоизменять, например, снимать баранку и ставить другую, ту, которую мы сами захотим. Конечно, за 500 рублей можно взять саму основу и её полностью переделывать под нужные нам параметры, например, спилить баранку, поставить дополнительную шестерню, поставить дополнительный какой-нибудь другой руль, третью педаль воткнуть, но это всё потребует опять таких же вложений. И нам, наверное, будет гораздо легче всё это делать с нуля. Хотя поначалу я именно так и поступал. Свой первый руль Logitech Wingman я заменил у него как раз рулевое колесо на большее, увеличил количество оборотов, подключил коробку передач, но тут столкнулся со сложностью. Во-первых, некоторые компоненты уже начали не входить внутрь этого корпуса. Во-вторых, мне было сложно подключить третью педаль. В механике руля просто не было никаких схем, которые могли бы это поддерживать. Не было тех самых внутренних датчиков, которые бы отслеживали четвёртую ось этой самой педали. Да и саму педаль нужно как-то прилепить к той площадке, что уже существует, для того, чтобы она встала более-менее аккуратно и смотрелась прилично. Несомненно, всё это сделать можно из какой-то базовой составляющей из бэушного руля. И более того, в скором времени, наверное, я попробую так и сделать. Но, тем не менее, мне кажется, гораздо проще собрать всё с самого начала и до конца из каких-то собственных деталей. В любом случае, только личный опыт переделок и самоделок покажет, какое из этих решений наиболее удачное и наименее затратное. Хотел бы напомнить, что фотографии и прочий материал, которые не входят в видеоролики, размещаются в нашей группе в ВК, в альбомах и видеозаписях. Смотрите там. К тому же некоторые видео появляются только там и не попадают на YouTube. Такое бывает редко, но случается. И помимо этого, в ней размещаются различные оповещения о бесплатных раздачах игр, что тоже являются дополнительными приятностями. А пока что у меня всё. Ещё увидимся. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова